Моё уважение, господа, эксперименты за безудельного продолжаются, если вы здесь оказались случайно или по чьей-то вине разворачиваетесь, потому что ничего кроме спойлеров вы не увидите, вы ничего не поймёте, если не знаете, что такое вообще курощуп, восстание и жизнь и страдания господина Бранты, господа, если сделать всё правильно, то мы сможем разгромить Легион. Мне не сильно понравился мир с Наместником, если честно, ни к чему-то толковому это и не приводит, честно говоря, потому что в итоге мы видим, что разгромы так или иначе продолжаются, Наместник продолжает поддушивать простой народ и мы всё ещё приходим к тому, что мир не изменить, да? Резня вы не зодьте, мы видели, смутное время мы знаем, о чём разговор, разгром восстания опять же ничего не даёт, мятеж ждался тоже, это просто возвращение к истокам, когда империя была такой и никакой другой. Семейство, семья в городе погибла, сбежала или была спасена. Я считаю, что семью пора оставлять и переводить, вербовать. Для нашего восстания никуда мы никого не будем ссылать, пусть остаются и воюют за правое дело, ибо сказано. Мятежником мы становимся в любом случае, во главе восстания приоритет, нам необходимо казнить, приговорить Софью, казни за все её козни, за все её коварства, которым она, за все её вот эти кровавые планы, которые она пыталась свершить, пытается и сейчас, ведя народ буквально на убой. Я считаю, что нужно делать из Натана пророка, потому что в конце, когда мы встречаемся с дедом, со старшим, который снизошёл на землю, есть вариант того, чтобы попросить у близнецов прощения, но только при условии, если Натан станет пророком. Если я не ошибаюсь, все условия соблюдены, я готов прямо сейчас завербовать наше семейство. Судьба семьи. Рассветные лучи пробиваются сквозь окна родного дома, а-ля Улю, к нам подходит Роберт Бранте и говорит, что, сынок, я всё знаю, ты стал крутой фигурой в этом восстании, пора бы что-то сделать, но семья не должна пострадать. Семья, может, и не должна пострадать родной, но ты выступишь на стороне восстания, и у меня всё для этого есть. Последствия. Семья остаётся в городе, Роберт Бранте, наш папа, наш отец семейства, наш защитник, становится мятежником вместе со мной, мы приобретаем в простолюдинах, и уже, грубо говоря, ну, я не знаю, Роберт Домик, да. Что нужно для этого? Единство должно быть хотя бы пятёрочка или выше. Отношения с Робертом Бранте, которые достаточно сложно на самом деле достигаются, я могу так навскидку сказать, Роберт Бранте получает плюс-плюсовое, так скажем, своё состояние, только если ты, когда вы приходите на могилу деда, встаёшь на сторону отца, а не Стефана, как было в моём прохождении. То есть, ну, пара выборов туда-сюда, и в итоге у Роберта Бранте здесь два очка. Больше двух с Робертом Бранте набрать здесь почти невозможно, если и можно, то, наверное, другие статистики будут страдать. Глория должна быть в доме, она должна быть Глорией из рода Бранте или просто Глорией, и Стефан Бранте должен быть вне дома, он должен быть действительно обиженным на нас, на всех, уехать, сказать, что я не хочу такое семейство. Пошло всё нахрен, и он уезжает в столицу, в империю, гуляет там, занимается своими делами. Семья выступит на стороне восстания, она останется здесь и будет. Ты поднимаешься твёрдо в глаза, ты поднимаешься твёрдо глядя в глаза отцу. Он совершает ошибку. Произвол и бессердечие дворян довели простой народ до отчаяния, и даже такие борцы за справедливость, как отец и Эльборн, слишком долго решались на настоящие перемены. Вы, семья Бранте, должны открыто встать на сторону восстания. Вслед за тобой с места вскакивает и Глория. Семья долго хранила молчание, но теперь не в силах сдерживаться. Отец! Отец! Я никогда не смела противиться вашей воле, но теперь я тоже часть рода Бранте. Я не могу молчать, когда речь идёт о судьбе моей семьи. Как вы можете отстаиваться, оставаться в стороне, когда народ, наконец, поднялся на борьбу с тиранией? Да, среди восставших много головорезов и грабителей, которые хотят лишить лишь наживы. Да, нам грозит хаос и смута, но нельзя и дальше жить в страхе перед переменами, папа! Отец! На посту судьи вы всегда старались добиться справедливости для всех сословий. Но если сегодня мы станем заботиться только о себе, старый порядок нам так никогда и не изменится. Мы должны бороться, папа! Глория указывает на шпагу в руках отца. Вы взяли в руки оружие? Так направьте его в сторону врагов! Вдохновлённые речи Глории оставляет отца в глубоких раздумьях. Он переводит взгляд на портрет деда. Покойный Грегор Бранте сурово взирает на потомка. Отец невольно содрогается, но затем резко отворачивается от картины и словно стряхивает в себя сомнения и надевает пояс шашпагой. Глория, Курощуп, вы правы. Я не прошу себе, если попытаюсь довести свою борьбу до конца. Даже если за это придётся дорого заплатить. Семья Бранте поддержит восстание. Не теряя времени, отец переходит к плану действий. Главное для города выстоять перед натиском легиона. А сейчас же отправляюсь собирать горожан на оборону городских стен. Всё, папа пошёл! Папа пошёл за нас! Надеюсь, простолюдины пойдут за мной. Имя Бранте должно иметь немалый вес среди восставших. Нет, имя Бранте нихрена не имеет, но среди восставших, да. Глория с воодушевлением сжимает твою руку. Брат! Наконец мы с тобой будем бороться со старым порядком. Знаешь, ещё когда я нянчилась с тобой, я уже понимала, что ты вырастешь необыкновенным человеком. Я привлеку на нашу сторону всех неравнодушных жителей, которых знаю. Ты сжимаешь сестру в объятиях, прежде чем покинуть комнату. Пора готовиться и собирать силы, скоро ты вступишь в борьбу за будущее города. Ты покидаешь дом, но вдруг ты слышишь голос Натана. Натан подходит и спрашивает, как же мы докатились до такой жизни, брат? Как же так? Близнецы, неужели они отвернулись от нас? Разговор с ним сейчас мятежник. Роберт Бранте. Простолюдины вырастают до трёх здесь и сейчас. Мы не теряем в простолюдинах, когда ссылаем Роберта Бранта с семейством отсюда. Мы приобретаем. И простолюдины — это сила, которой нам не хватило в истинном финале. Условия выполнены оставить семью в городе. Сейчас у семьи два витка событий, либо погибель, либо они остаются жить и помогают мне в восстании. Дальше я не знаю, что будет, естественно. Сейчас будет, наверное, для меня открытие, но да ладно. Нам говорят условия для победы. Нам не нужна мирная победа. На левую колонку можно даже не смотреть, мы это уже сделали. Нам нужна военная победа и уничтожение Легиона. Нам нужны войска. Восстание поднимаем и нужно встать во главе бунта. Для этого нужно свергнуть и казнить Софью не иначе. Сделаем мы это прямо в моменте, когда она будет сражаться с Дорием Оттоном, не дожидаясь никакого выбора вождя. По причине того, что я не хочу, чтобы у людей было какое-то сомнение, что вождь уже смотрит на них. Я не хочу, чтобы у людей был выбор. Софья не станет, единственный лидер это я. По воле богов. Это наш Натан, которому все не имется. И вот он спрашивает, ну почему же так все произошло, брат? Неужели боги отвернулись от нас? Ну как же так-то? Я могу этого парня наставить на путь истины. На путь истины, на путь пророка. Теология прибавляется у нас, красноречие прибавляется у нас. Это часть замысла. Боги даровали людям свободу, в том числе свободу менять их великий замысел. Либо пусть вопрошает старшего. Истину знают лишь сами боги, и Натан способен обратиться к ним. Нам нужны наставления Натаны и откровения древа в этой ветке событий. Это сделать достаточно сложно, если ты идешь слегка по экстентричному пути безудельного. Эта часть замысла не такая и сложная, в принципе, достижимая задача. Теологию поднимаем до 12 и нормально. Плюс нужны наставления Натана. Этого можно достичь. Можно сделать Натана пророком даже на пути безудельного. Да, можно. Пророк. Красноречие теологии. Ну здесь звучит как план вызов богам, угроза замыслу. Натан в отчаянии, в отчаянии и оставляем Натана в принципе. То есть Натан не меняется. У него остается надежда и на этом все. Можно в целом оставить Натана с надеждой, потому что у него сейчас по судьбе, у него надежда, да, то есть по его статусу, у него надежда. Можно оставить надежду при нем, и эта надежда преобразуется потом в некое событие. Но оно не меняется, да, если мы говорим, что он лучше пророк, потому что пророк дает нам открытие диалога со старшим, когда он спускается на землю. Пусть вопрошает старшего. Иди спроси у богов. Ты кладешь руку на плечо Натану. Ты всегда старался наставлять младшего, но сейчас ответ ему смогут дать только лишь боги. Ты веришь, что у брата есть сила обратиться к самим близнецам. Однажды он уже смог заговорить со старшим. Сможет и вновь. Этот парень на самом деле не так прост. Он действительно видит будущее, видит то, что происходит с империей, с семьей. Он очень много, если идти по пути, наверное, монаха, с Натаном связаны неплохие такие события, как мне кажется. Пораженный Натан непроизвольно касается священного символа на груди, который он всегда носил, да. Курощуп, ты правда веришь мне, что старший говорил со мной? Верю, верю. Ты обращаешь взгляд в сторону белого древа, вечно возвышающегося над городом. Вновь выживают воспоминания о том, что ты испытал, когда впервые пришел под его сень. Ты искренне говоришь, да, ты веришь. И веришь в самого Натана. Господи. Брат молча становится на колени. Склонив голову, он возносит молитву старшему. Тело Натана охватывает дрожь. Глаза закатились, священный символ в руках горит серебряным огнем. Ты пытаешься окликнуть его, но не можешь разжать губ. Уста сомкнулись намертво, воздух тяжелеет. Время и пространство замирают, несколько мгновений тянутся, словно вечность. Но затем все проходит. Натан широко распахивает глаза и резко вскакивает на ноги. Я слышал его, слышал. Он здесь, Курощоп. Старший ходит среди смертных. Спустился мужчина. А он не может нам в восстании помочь. Старший, как и я, ищет ответ. Он взывает к нам. Он хочет знать, что случилось с земным миром. Хочет услышать людей. Я должен найти его. И он уходит, да? Вдруг Натан обрывает сам себя. Но сейчас я нужен семье. Ведь так? Мы должны быть вместе. Да, ты кладешь руку. От случившегося нельзя отмахнуться. Натану пора идти своей дорогой. Найти старшего. Быть услышанным. Иди. Натан робко улыбается и, как всегда, неловко сжимает себя в объятиях. Хм, я никогда не забуду, что ты сделал для меня, брат. Прощай. Помедлив и в последний раз обернувшись на дом, Натан исчезает. Он пророк. Прикольно. Младший брат отправился странствовать и проповедовать собственные учения о близнецах. Он их видел, он их слышал, он их знает. Мне кажется, он еще больше монах, чем те ребята, которые просто выбрали удел. Быть пророком, монахом, быть наставниками. Да? У этого парня дар божий. Он в одиночку отправляется искать бога на улице, который уже скоро захлестнет бунтом. Теология поднимается, красноречие поднимается. Нам эти навыки, по-моему, нигде не пригождаются более. Сбор сил. Мы собираем войска. Единственный у нас выбор, по-моему, собрать отряд заговорщиков. Это путь мятежа, путь мятежника и тайных планов. То есть, либо выждать, да, мы получаем просто запас сил. Но зачем, если нам нужны, нам нужно восстание и войска. Надо поднимать вообще все, что у нас есть, все наши эти, для того, чтобы свергнуть легион, да. В гуще событий мы разговариваем со всеми. Восстание поднимается, войска еще больше, у нас целый полк людей. Дворяне максимально подняты, и, по-моему, мы их больше не потеряем. Опять же, сейчас будет событие «Загнанный зверь», да. Это то, где Софья флексит с Оттоном. И именно тогда мы принимаем решение, что Софью пора бы уже и прикончить, прямо здесь и сейчас. Захватить и казнить Софью здесь, да. Надо избавиться от бедолаги, остановить ее. Софья любовь. Ну, это только если мы с ней, что называется, зафлексим еще в главе мир. Надо с ней в любовь играть. Я не хотел этого делать ни тогда, ни хочу, ни сейчас. Зачем? Это надо быть ее сторонником, понимаешь? И в любви утопить весь город в крови. Захватить и казнить Софью здесь и сейчас. Доблесть должна быть 14, тайных планов 20, как мы и предполагали. Не должны мы быть с ней в любви, да. И войска хотя бы единичка. Ну, единичку войск не так сложно добыть или просто не потерять всех войск, да. Софья казнена прямо здесь и сейчас. Давай. Я не думаю, что здесь что-то отличается, да. Сейчас у тебя нет врага опаснее, чем Софья. Ее нужно устранить во что бы то ни стало. Ты к ней подкрадываешься, да, двигаешься сквозь гущу схватки. Софья там флексит с Оттоном, а-ля Улю. И тут ты подкрадываешься к ней сзади. Ты. Я. Ее желтые глаза загораются, словно два ярких солнца. Голова начинает идти кругом, но Софья уже подпустила тебя слишком близко. Пересилив чары, ты резко бьешь ее прикладом ружья в живот. Задыхаясь, она падает на землю. Тем временем твой отряд несет потери. Им достается и от бойцов Софьи, и от дворянской конницы. Боже, там какой-то жесткий флекс. Эти мерзавцы уносят мою служанку в погоню. Под прикрытием оружия оружейного огня вы уходите к этим по улицам. Связанные по рукам и ногам Софья молчит. Да, уцелевшие люди из твоего отряда зализывают раны. И здесь мы ее приговариваем к смерти. К стене ее, ружья на прицел. С огромным трудом она поднимается, еле как встает. Ну, казнь, она и есть казнь. Такое же было, что и при выборе лидера. Я слишком поздно поняла, кто ты такой на самом деле, Бранте. Жаль. Очень жаль. Ты и весь этот уродливый мир. Я все, я все, я всех вас уничтожу. Ваш приговор, люди, они зодьте. Смерть. Смерть Софьи, залп. Она умирает. Переведя дух, мы просто в ахере. Наверняка сейчас будем собирать еле как своих людей. У меня войска упали. И, по-моему, дворяне тоже. Восстание еле как вообще. Казнена, бедолага. Власть упала жестко. Восстание аж минус 4. Из-за сцены с казнью Софьи. Плюс ко всему, мы убежали и потеряли очень много. Запас сил из-за этого тоже теряется. Но не страшно. По-моему, это все не страшно. Я смогу разломать регион. Потому что мы сейчас будем жестко все поднимать. Остались сцены с отцом, Глорией. Осада-префектура. А, префект Эльборн. Здорово. Он приехал к префекту Эльборну. У меня, в принципе, есть люди для того, чтобы поднять толпу на защиту префекта. Как мы знаем, нужны здесь только простолюдины. Так как мы сами из них, да, здесь не нужны ни войска, ни восстания. Здесь ничего не нужно. Мы просто поднимаем людей, чтобы защитить префекта. Получаем при этом восстание плюс два, еще войск. И Эльборна на нашей стороне. Мы это тоже уже все видели, все знаем. Спасение молодому, да. Он начинает созывать всех, кого не лень. Префект жив. Префект жив. Он становится мятежником. Мы приобретаем жесткого власти. Восстание плюс два. Войска плюс один. Нормально. Запас сил падает. Запас сил здесь, конечно, необходим для того, чтобы спасать всех направо и налево. Осталось поднять духовенство, да, во главе шествия настоятель Ленарда. Вот они идут. Они идут к церкви и пытаются там Ленарда сделать спасательного вера от расправы. Простолюдины опять же, у меня три. Но что мы здесь теряем? У нас духовенство поднимается, восстание поднимается и порядок понижается. Плюс ко всему мы знаем, что случится с отцом Ленартом. Если мы просто уходим, восстание поднимается на два, а здесь на один. Духовенство плюс один. Нам в целом не важны, нам в целом не важны, как это, вот эти все ребята. Они могут просто погибнуть его. И все. Мне необходимо восстание шесть. Чтобы встать во главе бунта, мне, по-моему, тоже не нужно ни духовенства, ни хрена. Мне просто нужно жестко восстание поднимать. И восстание можно поднять, не спасая нововеров. То есть я могу вообще забить на веру, потому что ни к чему толковому это все не приводит. Они все погибают так или иначе. Ленард уходит потом в отшельнические истории. Можно не жертвовать ничем, не заниматься духовенством, не тратить запас сил, а просто уйти, запаса сил прибавить, восстание прибавить на два, а порядок снизить на... Ну, у меня и так порядка ноль. То есть я тут, ну, беспорядки, жесткое бесчинствие. Я в этот раз просто не буду. Я просто забью на духовенство, потому что оно мне, по идее, банально не нужно. Моя сторона другая. Военная победа, разбить легион. Чтобы разбить легион, нам нужны... А что нам нужно, чтобы разбить легион? Мятеж ждался. Разбить легион. Вот, нам нужно восстание. Нам не нужно духовенство. И нужно встать во главе бунта. Уйти. Я не буду их спасать. Мы уходили в истинной концовке. Мы знаем, что здесь будет кара господня, разрушение церкви и всех нахрен под развалины. Да, все погибают. Восстание прибавляется, запас сил прибавляется. Здесь мы фармим запас сил. Он нам может пригодиться. По идее, мы выполнили сейчас все условия, кроме вождя мятежа. Мы так и не встали на сторону. Мы должны быть вождем. Вождь мятежа. Вот оно, событие, которое привело меня, вело меня с самого детства. Так как других, по идее, кандидатов на эту должность нет, я просто легко возглавляю восстание. Потому что войска, восстание и простолюдина у меня есть. Всего-то надо, чтобы сделать так, чтобы Софья не была во главе бунта. Нужно быть мятежником, чтобы Софья не была во главе бунта. То есть ее нужно устранить где-то заранее. Вот и все. Наблюдать. Это единственное, кстати, событие, которое я могу выбрать. Я только... Бранте! Куращуп из рода Бранте! Мы идем за тобой. Восстание еще дальше. Войска поднимаются, простолюдины поднимаются. Хотя куда уже, Вася, устранить Софью? Вы безоговорочный лидер. С этим лидерством я иду на Легион. Я хочу разгромить их. Интересно, а то, что семья остается в городе, никакого события не будет вообще? Если дорог тебе твой дон. Это событие вызвано твоим предыдущим поступком. Восстание больше или равно одному. Семья в городе. А, вот спросил и получил сразу же. Вопрошаю близнеца. Пока ты и ведешь приготовление, на Анизотте уже опускаются сумерки. Вслед за ним в город приходят вседозволенность и безнаказанность. Под покровом темноты город заполняют безумцы, грабители и мародеры. Этим шайкам уже нет дела ни до судьбы империи, ни до восстания. Разгоревшийся бунт для них верный знак того, что настали последние дни мира. А значит, дозволено все. Получив донезение о бандах, вышедших на улицы, ты предчувствуешь опасность. У них на пути может оказаться и твой дом. Пусть сейчас ты нужен своим людям, но ты не оставишь родных на произвол судьбы. Взяв с собой отряд верных тебе людей, ты спешно выдвигаешься к родному кварталу. Чутье не подводят, уже на подступах к вашей улице в нос бьет запах гари. Пылает школа господина Тибора, где я учился. Самого старика владельца выбросили из окна прямо на с острой прутье ворот. Пепел от десятков сгорающих книг падает на зиму, подобно черному снегу. Уре! Уже разгромлен старый дом родителей Томаса. Томас будет недоволен. Задыхаясь, ты бежишь выше по улице, твои люди едва поспевают за тобой, только бы успеть. Последний поворот. Вот они, ворота родного дома. В свете пылающих домов уже видны десятки надвигающихся фигур. Головорезы близко, слишком близко. Через ворота, внутрь, в дом! Отряд остается нести стражу снаружи. Мой отряд. Ты торопливо открываешь дверь, на пороге отец со шпагой наготове. Узнав тебя, он облегченно выдыхает. Это ты, Курощуп. Я рад, что ты здесь. Этот сброд уже спалил полквартала, они идут сюда. Он не успевает договорить, как в окно в гостиной разбивается. Внутрь комнаты залетает факел. Вы бросаетесь гасить пламя. Во дворе уже кипит бой. Многолюдная толпа, потерявшая всякий страх смерти, яростно набрасывается на твоих бойцов. В атаку мародеров возглавляет жилистый, полуголый старик в лохмотьях. Жуткие шрамы на запястьях и голенях выдают в нем бывшего каторжника. Он неистово вопит в вашу сторону, перекрикивая шум боя. Головарь. Вот и наступил конец миру. Мы ослушались богов, и вот они карают нас. И хуже кары уже не будет, бояться больше нечего. Это последние часы творите, что вам вздумается. Жесть, какой он, да, крутой, ты посмотри на него. Толпа поддерживает слова старика яростным воплем. Под их зазверевшим натиском бойцы твоего отряда падают один за другим. Боги уже осудили нас всех. Осудили нас за ваши погрешности. Поганное знать и лживые священники. Но пока на нас не настигла последняя кара, мы будем карать сами. Мы отомстим вам, прежде чем сгинуть. Вас ждет наш суд. Смяв сопротивление твоего отряда, толпа надвигается на дом. Стекла в окнах дрожат от топота сапог. Отец в отчаянии оборачивается к тебе. Они хотят казнить нам. Что нам делать? Опа, прикольно. Что нам делать, сын? Усмирить головорезов. Семья спасена, восстание падает, простолюдины падают. Простолюдины нам нужны. Мятежник, простолюдины. Погибнуть за дом. А, истинная смерть прямо здесь и сейчас. И даже неизвестно, что происходит. Плюс ко всему, семья погибает вообще вся. Глория погибает, Стефан, Лидия. Все, все умирают. Все, 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 все. Убедить, что вы на одной стороне. Манипуляция красноречия. Глория в доме. А что нужно? А, Роберт Брандт должен быть мятежником. И это единственное решение, чтобы мы убедили всех, что мы на одной стороне. Семья спасена, восстание плюс один. Поднимается. Сбежать одному, оставить всех. Вся семья умирает, но ты жив, но минус 10 сил. Блин, прикольно. Убеждаем, что мы на одной стороне этих людей. Ашмар. Долго обороняться вам не под силу. Но даже такой расферепевший сброд должен понять, что вы им не враги. Ваша семья открыто встала на сторону восстания. Но как, Курощуп? Для этих безумцев мы просто дворянская семья, которую надо карать за все грехи мира. Тут за вашими спинами раздается звонкий голос сестры. Хм. Тогда нужно объяснить им, что они неправы. Пропустите меня за дверь, и я выйду к ним. Глория? Губы сестры чуть дрожат, но глаза полны решимости. Отец встает у дверей, преграждая Глории дорогу. Нет, Глория! Они растерзают тебя, опомнись. Ты кладешь руку на плечо отца, а Глория не зря носит имя Бранте. Она имеет право постоять за семью. Вы оба знаете, что она способна на большее, чем покорно ждать своей участи. Пусть Глория выйдет к толпе. Она будет не одна, ты поможешь ей. Вздохнув, отец уступает. Глория сжимает твою руку. Вместе вы смело выходите навстречу разъяренному сброду. А вот и наша знать! Сама пожаловал на расправу. Даже не глядя в сторону безумного главаря, Глория бесстрашно и вдохновенно обращается к толпе. Люди! Этот безумец не знает, о чем говорит. Я Глория Бранте. Я родилась в нищете. Я не знаю имени человека, от которого появилась на свет. Не вам объяснять мне, как жесток и полон страданий наш мир. И сейчас я была бы в одной из вас, если бы этот дом не приютил меня. Вы вините всех дворян в наших бедах и в ваших тоже. Но Роберт Бранте был ко мне добрей, чем любой из простолюдин. Он назвал меня безродную нищанку, своей дочерью. И всю жизнь он положил на борьбу за права таких, как мы. Толпа приходит в замешательство от слов Глории. Даже безумный старец не находит, что сказать. И сегодня мы, семья Бранте, говорит наша сестру. Боремся вместе с простым сословием за дело восстания. Мы боремся, чтобы завтра настало. Чтобы народ получил свободу. Чтобы и последний бедняк, и дворянин, и священник жил по справедливости. Главарь в ахере. Главарь Тальпул наконец выплескивает копившийся гнев. Вы послушайте эту дворянскую подстилку. Она врет вам. У мира нет никакого будущего. Близнецы ненавидят нас за наше же прегрешение. Им их никому не уступить. За мной, свершимка. Старец замахивается ржавым топором и несется сквозь толпу к крыльцу дома. Глория, сжав твою руку, остается на месте. Ты отчаянно кричишь в толпу. Одумайтесь! По воле этого безумца вы обрекаете себя на гибель. Когда ничего еще не решено. Кто-то из толпы. Хватает главаря за руку. Его примеру следуют и остальные. Старик останавливается, не выпуская из рук топор. Что вы? Вы не верите мне, когда я прошел через все страдания мира? А им? Дворянским деткам? Но люди уже сделали свой выбор и вынесли приговор. Они окружают бывшего главаря. Фигура старого безумца исчезает в толпе. Раздается истошный вопль. И вот. Все кончено. Наконец воцаряется тишина. Десятки глаз обращены на тебя и Глорию. Из дверей дома выходит папа. Он кладет шпагу на земь и припадает на колено. Я благодарю вас. Благодарю, что доверились нам. И не подведем мы вас. Люди впервые видят, что дворянин так себя вел. Раздаются несмелые крики. Бранте за нас! За восстание! Мы еще поборемся. Мы поборемся, да? Глория радостно поворачивается к тебе и отцу. Спасибо, что поверили в меня. Глория из рода Бранте. Я вырастил прекрасную дочь. Жалею только об одном, что я так поздно назвал тебя дочерью. Ты крепко обнимаешь отца и сестру. Но ты не можешь дальше оставаться дома. Тебя ждут последние приготовления к решающей схватке. Я понимаю, сын. Я потрачу остаток времени, чтобы привлечь на нашу сторону еще простолюдин из соседних кварталов. Береги себя. Надеюсь, скоро увидимся вновь. Даже если нам не суждено увидеться во время обороны, знай, я рядом. Оставив небольшой отряд на случай нового нападения, ты попрощался с папой и сестрой и побежал дальше. Восстание побеждает. Запас сил, естественно, падает. Но мы в порядке. Спасена семья. Семья Бранте пережила ночь восстания. Более того, она стала еще и нашим соратником. Плюс ко всему она сражается. Ну, то есть у нас больше людей. У нас больше сил. Если семья остается здесь, мы еще сильнее укрепляем свои позиции. Единственное, конечно, вот здесь вот очень страшно. Если у тебя нету ситуации, что Роберт Бранте мятежник, а они остаются в городе, здесь ты придешь, тебе придется здесь либо бежать, либо погибнуть. Ну, то есть здесь вообще смерть. Наверное, по другому пути нельзя пойти. Последний час. Близится ночь. Да, и ты решаешь, с кем провести остаток своего времени. Единственное, что я могу сделать сейчас... А, подожди, у меня же семья в городе. Нифига себе. Не единственное. Единственное было это отправиться к Альборну, что дает нам восстание и дворянство. Обратиться к семье, восстание и простолюдины. У меня в целом, да, в общем и целом, мне хватает всего, кроме духовенства, даже на выход, ну, как бы, к доброму мятежу. У меня духовенство упало. Духовенство я мог спасти, но я решил этого не делать. Оно мне не нужно. Ну, нафига мне идти и терять, там, людей, там, так скажем, да? Дворяне один, простолюдины тройка, восстание уже восьмерка, войск у меня дофига. Что дает мне это? Дворяне дает сюда, Альборн дает дворян. Простолюдины восстания. Ну, я возьму дворян, потому что дворян у меня единичка, а простолюдин тройка. Нафига мне брать то, что у меня и так уже в избытке. Восстание прибавим, дворян прибавим. Эльборн идет собирать людей, к семье обращаться не имеет смысла, как и к Эльборну, читать про него уже тоже. Восстание девятка, кровавая резня, кошмар какой, дворяне единичка, у нас еще больше людей. Мы стали еще сильнее, люди вокруг нас просто суетятся. Мы вошь мятежа, у нас есть все, абсолютно все условия. Битва за Анизотти, да, главное, чтобы Софья не была во главе бунта, и восстание должно побеждать. Ну, все условия соблюдены, и это здорово. Так, темная пустошь за стенами, к нам подъезжает наместнический, да, к нам подъезжает чувак. И мы можем разбить легион. Добиться мира уже было в предыдущей, 26 серии. Удержать город. Смотри, мне не сильно нравится то, что здесь написано. Город удержан. Восставшим удается отбить атаку легиона и на время удержать Анизотти. И на время. Игра буквально намекает на то, что это все только лишь на время нашей сегодняшней битвы. Дальше сюда вхлынут наверняка еще большие сильные имперские легионеры. И они разбомбят наш город, просто сравняют его с землей и вернут все на старый уклад. На время. Но в этой игре нельзя... Здесь ничего не пишут просто так. Здесь все указывает на то, к чему в итоге все это дело приведет. Но разгром легиона, восстание одерживает решающую победу над имперскими войсками. Чтобы сюда не совались, чтобы город действительно стал свободным. И чтобы у них даже не было вопросов к нам. Разбить легион. Сбежать из города. Но это интересно. Смутное время в любом случае по судьбе. Смутное время мы знаем, чего достигается. Да, достаток все падает. Церковь, власть, достатки, порядки, восстание падает. Нет. Разбиваем легион. Уничтожаем все войска. Бойцы ожидают твоего слова. Ты оглядываешь свои плотные, жесткие, бескомпромиссно просто огромные ряды мятежного воинства и готов дать ответ. С высоты городских стен ты просто провозглашаешь, что Анизотти теперь свободен. Убирайтесь прочь. Пошли нахер из нашего города. Легион идет на штурме, естественно, после моих великолепных речей. Он идет за нами, пытается нас всех прикончить, но крепкая стена, сука, уже давно. Как бы знает, да, она уже. Легион на приступ. Да, давай на приступ. Мы пытаемся как-то с ними сражаться. Наконец-то даешь команду. Залп. Стрельба. Просто. Мы просто воюем, как последний раз. А это и последний раз и есть. Волна штурма ударилась на стены. Мятежники поворачивают отступающих легионеров глумлимыми криками. Но я их, да, я их, естественно, немножко... Взять стену, ну же, бойцы, это всего лишь простолюдины. Да, Гай Темпес идет бросать последний взвод на нашу стену. Но даже ружейные залпы не могут остановить такой удар. На этот раз Гай Темпес бросает сразу две когорты на стену. Мы что-то вахили все. Штурмовые лестницы взмывают вверх. Ваши укрытия осыпает град стрел. Стрел. Они со стрелами на нас, эти индейцы. Вы что, с ума сошли? Держать строй, сучары. Защитник стен бросается, пытается сбросить лестницы. Швыряют нападавших камни, льют на них кипящее масло. О, Господи, Властелин колец. Но натиск слишком велик. Один за другим легионеры спрыгивают с лестницы и врываются на городские стены. Если вы дрогнете сейчас, все кончено. Мы не дрогнем. Собирая всех лучших своих бойцов, ты просто берешь яйца в кулак, сжимаешь свои ягодицы. И как давай сразу... Атака отбита. Ты и твои бойцы отчаянно рубите направо и налево. Штурмовые лестницы летят то вниз, то наверх. Еще дважды Гай Темперс бросает легион на приступ, но уже дважды твои воины выдерживают натиск. Скоро рассвет, скоро рассвет, скоро рассвет. Даже со стен ты видишь, как несмело и медленно легионеры строятся в новой атаке. Они уже просто... Все устали. Боже мой, где Гендаль? В отчаянии сами наместник выезжает перед обогравевшим войтом. Вы боитесь простолюдинов, едва научивших держать оружие? Бойтесь лучше гнева императора. Бойтесь гнева темпестов. Да-да. Ваш великий долг вернуть законную власть, а не в Анизотте. Этот мятежный город должен пасть. Вперед я сам поведу вас в бой. Он сам идет сюда. Чем я ему не завидую. Наместник поднимается высоко над головой старинный меч. Ряд легионеров охватывает трепет. Уже столетия никто из имперской семьи не бросался за оружие сам. Он сошел с ума. Первые лучи солнца появляются на горизонте, пробиваясь сквозь серые тучи. Легионеры выступают в решающую атаку. Ты оборванный, окровавленный, еле стоящий на ногах. Поднимаешь уцелевших бойцов на последнюю оборону. Явись сюда! Сегодня сами близнецы даже они не прошли бы за стены Анизотте. Но время речей давно прошло. Остается только дым, кровь и лязг мечей. Остается только сражаться и победить. На твоем пути вверх взмывает имперский стяг. Легионеры взбираются на стену. Сейчас или никогда вместе со своими людьми ты устремляешься к штандарту. Вы возьмете в плен самого Гая Темпеста. Уже чувствуя вкус победы, твои бойцы отдают последние силы. Чтобы ворвав... Легионеры пытаются построиться вокруг наместника. Но яростные мятежники сметают нахрен всех с пути. Гай Темпест окружен моими людьми. Искусно орудуя мечом, он сражает одного твоего бойца за другим. Но пока свирепый натиск целого отряда мятежников не заставляет его выронить оружие. Аркнийский вельмож нацепенеет, словно не веря в происходящее. Имперский штандарт за его спиной летит за стены. Внизу легионеры бросают лестницы и обращаются в бегство. Величие. Победа. Выжившие защитники стены устало преклоняются зубцам или вовсе падают без сил. Внизу у ворот раздаются торжествующие выкрики. Волмы они несутся дальше по улицам и площадям по всему восставшему городу. Победа! Анизотти завоевал свободу. Во главе своих верных сторонников ты приближаешься к пленному Гая Темпесту, связанному. Наместник смиряет тебя холодным взглядом. Его голос исквозит искренняя горечь. Безумцы! Вы обрекли слевый город на уничтожение. Я не был вам врагом. Шаг за шагом я бы изменил жизнь. Да. А теперь на вас обрушится мощь империи. Ты напоминаешь наместнику, теперь он наместник Магры и брат самого императора, ваш заложник. Теперь властям придется пойти с вами на переговоры, а пока Анизотти будет оставаться свободным, вести о вашей победе. Вести о вашей победе разойдутся по всей империи. Они поднимут на борьбу остальные города и целые провинции. Слушай, ну заложник Гай Темпеста-то слишком круто, даже для нас. Хм, и что будет дальше? Вы хотите всеобщей войны? Что будет с империей после ваших бунтов? Ты оборачиваешься на родной город, на котором восходит солнце нового дня, и отвечаешь бывшему владыке. Империю ждут перемены. И к чему бы они ни привели, это будет лучше, чем старый порядок. Лучше вечной несправедливости, жестокости и бесправия. Время старой власти ушло. Ты вместе с остальным народом империи будешь искать свой путь к новому миру. Гай Темпест, отвернувшись, не удостаивает тебя ответом. Ты велишь увезти высокородного пленника, и наконец ты преклоняешься к стене, прислоняешься. Неужели все закончилось? Нет. Сегодня начинается новая эпоха. Твоя судьба свершилась, власть и церковь жестко приобрели. Разгром Легиона! Восстание одерживает решающую победу над имперским войском. Интересно. Да еще и берет Гайя Темпест от заложники. Это будет нашей... Восстание победило. Да. Город торжествовал. И я был тем, кто принес людям эту победу. Победу. Я был тем. Я был. Осталось понять, к чему это все дело привело. Утро нового дня. Утром нового дня мы выходим на улицу нашего родного города и встречаем того самого старца. Здравствуй, дед. Здравствуй, старший. Как твои дела? И он спрашивает, что же следует изменить в этом мире? И вот он ответ. Даровать прощение. Только в случае, если мы делаем Натана Бранта пророком, мы можем даровать... Попросить, точнее, у старшего. Даровать прощение людям. Любая жизнь — это долгий путь, на котором не избежать ошибок. Боги должны дать смертным надежду на прощение. Он просто пришел и смотрит на этот погром. И мы... И да. Уничтожить мир. Интересная задумка. Которую я уже... Утрону. Ты потираешь висок и вспоминаешь последние слова, услышанные от Натана. Слова о прощении. Тебе есть, что ответить старику. Безжалостность богов — вот что отделяет мир от совершенства. Близнецы дали нам закон, чтобы уберечь от вечного страдания. После смерти. Но по этому закону подножия столпа ждет любой. Ждет любого даже за самый малый грех. Человек, ошибившись хотя бы один раз, лишается надежды навсегда. Такая жизнь — лишь ожидание неизбежной кары. Этого ли хотели боги для нас? Боги даровали смертным свободу воли. Поэтому они полны страстей, сомнений и слабости, тебе ли не знать. Будь ты на их месте, ты прощал бы людей. Хотя бы тех, кто раскаивается в содеянных ошибках и пытается их исправить. Старик внимает тебя. Его глаза широко открыты, словно у ребенка, что впервые сможет на этот мир. Я уже слышал сегодня подобные слова. От одного молодого человека, которого так рано настигла старость и мудрость. Наш брат. Я чувствую боль и правду в твоих словах. Спасибо, что рассудил наш спорку, Ращуп. И он исчезает. К чему вообще ведет этот разговор, на самом деле не так я и понимаю. Прикольно, конечно, что это некое achievement, да? Ты получаешь при этом при всем. Исход восстания. Значит, мы заставили легион отступить. Мятежники торжествовали. Впервые имперские войска оказались бессильны против нас. Отныне Анизотти становится свободным городом, где все сословия будут равны. Управлять им будут сами жители. На восставший город была брошена вся военная мощь империи. Естественно. Если бы в ваших руках не остался Гайтемпист, наместник Магры. А, была бы брошена, если бы не остался наместник. Многие вельможи яростно требовали от утра второго не вести никаких переговоров с мятежниками и утопить его в крови. Но император не решился обречь своего брата на гибели и отправлять на штурм Анизотти новые войска, потому что он у нас в плену. Пока велись долгие переговоры об освобождении Гая Темписта, вести о восстании дошли даже до самых отдаленных провинций, да? Следуя примеру Анизотти, все больше городов и селений берутся за оружие и присоединяются к восстанию. Имперские войска пытаются остановить, но терпят поражение один за другим. Недовольство императора и всем родом Темпистов растет. При дворе начинается ожесточенная борьба за власть, как и была. Вскоре всю империю потрясает известие. Император Утар-Второй найден мертвым в какой-то канаве. Его наследники пропали без следа. Пока трон пустует, благородные дома обвиняют друг друга в заговоре. Все в итоге в тартары катится. Тем временем мятеж разгорается, знамя восстания поднимается по всей империи, земли, чьи жители отвоевали свободу от уделов, и дворянского гнета образуют оборонительный союз Лигуравных. Эх, этого не было. Лига равных. Но и прежде владыки не собираются, прежние владыки не собираются так легко выступать власть из своих рук. Выпускать под знамена старой арктийской знати стекается множество войск. Опять же, старая новая знать, но все то же самое. Империя расколота надвое, грядет война и всем пизда. Мы ни к чему не приходим в итоге. Все равно мир не изменись. Простое сословие сумело добиться своего и отбить права и свободы. Были сняты все сословные запреты, мы все равны. Жителям предстоит научиться самим управлять городом и собственными жизнями. Жители Анизоти не боятся грядущей войны и склоняют на свою сторону остальные города-провинции. Они никому не намерены уступать. Новая вера не только выстояла под гнетом ордена. Да, нововеров, естественно, новая вера осталась, да? Отца Ленарда будут помнить как лучшего этого. Ну, типа, молодец. Достаток Магры. Мы в целом за все эти годы ничего не потеряли, потому что в достатке Магр... Где это достаток? Достаток, то есть, ну... Насыпные поля обеспечивают жителей едой, водой и питьей. Каким бы ни было испытать, голод и нищета им не грозят. Порядок. Беззаконие, смута, вседозволенность обрушились на провинцию, потому что мы просто подали пример, что восстание может победить. Беззаконие и смута так или иначе, да, там по всей провинции. Простолюдины сбиваются в разбой нищей шайки, кровь, грабежи, беспорядки по всей Магре. Знамение богов. Пророк по имени Натан учил жителей империи, что ныне человек, нарушивший божественный закон, должен молить близнецов о прощении. Это очень важно. Люди сомневались в словах пророка, пока сами бога не явили им знамение. Теперь каждый, кто умирал малой смертью и отправлялся на встречу с близнецами, возвращался в земной мир с благой вестью. Боги познали прощение. А, теперь боги умеют прощать из-за того, что Натан стал пророком. И оно будет даровано каждому, кто искренен в своем раскаянии и готов исправить поступок. Это просто раскаяние. Прикольно. Отныне обителям империи, каким бы ни были их прегрешения, дана надежда, что они будут прощены. Теперь, даже за малый проступок, ты можешь просто прийти, помолиться и сказать «Простите, я был грешен. Я исправлюсь». И ты идешь, ты раскаиваешься искренне. И у тебя появляется шанс на верхушку столпа. Филипп Эльфера, естественно, будет казнен. Ничего в нем не поменяется. Он убежал из города, но потом его настигла кара. Дори Оттон точно так же в муках помер. Потом его труп повесили на стену города. И он долго висел в знак назидания. Эгостель Эльборн, красавчик. Он начал здесь, соответственно, порядок наводить, как и было задумано. Он оставил след в истории, как один из предводителей восстания и важный деятель новой эпохи. Красавчик. Красавчик. Он порядки наводил уже в новом Анизотте, освобожденном. Дори. Отец Ленардо, да, ему не суждено было свершиться. Он хотел стать патриархом. Я думаю, что только на пути монаха это можно сделать. Монаха с новой верой, это очень важно. Предводитель новой веры покоится под руинами собственного храма. Мы положили на него большой и толстый, вместе с Жанной он там и помер. Судьба Томаса. Красавчик, да. Томас Гера уже был далеко от этой всей смуты. Но, узнав о победе, Томас вместе с семьей спешно вернулся. Ты радостно приветствовал своего дружбана. Упорным трудом и честной службой он дослужился до капитана городской стражи. До конца жизни вы оставались друзьями. Я рад, несказанно рад этому. Спасение Томаса основополагающее. Софья была приговорена, казнена. Для Софьи, да, для одних Софья останется великим борцом, а для других убийцей и уничтожителем всего живого. Судьба семьи Бранте. Значит, вступила на сторону восстания и многое сделала для борьбы в имперскими войсками. После победы мятежа вашу семью честовали как героев. Бранте обрели высокое положение в новом обществе, а не зотти. Даже с клеймом позора, вот здесь и сейчас, жители города знают, что вашему семейству они обязаны своей свободой. Пережив все потрясения, семья обрела долгожданный покой. Боже, ну клеймо позора не имеет значения, если мы читаем в итоге вот это. Судья. А, слушай, он занялся политикой, да? У него появился шанс заняться политикой, а не просто семьей. И бесчестно, господин Бранте внес большой вклад в преобразование родного города. Он умер, зная, что прожил жизнь не зря. В памяти людей он навсегда останется защитником прав народа и одним из создателей нового ане зотти. Мятежник Роберт Бранте. Лидия. Никогда не сомневалась в победе. До конца жизни она отвергала новую веру, да? Ей уже никогда не понять по их поступку, она меня пыталась как бы развернуть на старую веру, но я говорю ей нет. Мама. Да, когда настал ее последний час, она без страха отправилась на суд близнецов. Так тому и быть, но спасение ей жизни на Адре это было... Судьба Глории гордилась победой восстания и тем, что внесла в нее свой вклад. Вместе с тобой она продолжила участвовать в создании нового порядка в ане зотти. Твоя сеструха избрала своей целью просвещение простолюдин и сплочение города, только что вступившего в новую эпоху. Орудием Глории стало ее неутомимое перо. Ее вдохновенные стихи и статьи расходились по всему ане зотти и укрепляли в головах людей идеи о равенстве сословий и свободе от уделов. Глория Бранте вошла в историю как первый поэт из простого сословия и правозвестник нового времени. Я рад за сестру, она достойна этого. Глория из рода Бранте. Судьба Натана. У тебя из дома твой... С твоего благословения Натан неведомый образом смог покинуть охваченным мятежом ане зотти и отправился в долгие странствия по империи. Посмотрите на него. Он выходил целым и невредимым из всех передряг. Казалось, сами близнецы хранили его. Спустя месяцы скитаний и отшельничества Натан вдруг вернулся в ане зотти. Там у Белого Древа он произнес проповедь. В ней твой брат возвестил, что встретил самого старшего, который вновь снизошел в этот мир. Натан покаялся перед богами во всех своих проступках, зная, что ему нет оправдания, и он отправился к подножию столпа. Но старший прислушался к нему, проникся жалостью к своему созданию и простил Натану все прегрешения. Натан собрал вокруг себя множество сторонников, которые объявили себя свидетелями старшего. Их учение начало распространяться по всей империи. Последователи Натана несут весть, что боги научились прощение. Он доказал это. Слушай, ну это, наверное, даже лучший исход для нашего младшенького. Ха-ха, пацан все-таки сдюжил. Грегор Бранта остался в гробу в своих каках и сиках, то есть никаких у него шансов нет на то, что наша семья обретет бессмертие. Мы не обрели никакое Эль Бранта, хотя в планах-то есть. Твоя судьба. Вместе с другими предводителями восстания ты был избран в Совет Анизотти. Это была тяжелая ноша на пути к новому обществу. Город взял множество испытаний. Ты положил жизнь на то, чтобы сохранить завоеванные свободы и построить в Анизотти новый справедливый порядок. Ты стал подлинным голосом восстания. Ты неустанно нес идеи нового порядка дальше по всей империи. Благодаря тебе за перемены присоединились целые города и провинции. Своей необыкновенной жизнью ты доказал, несмотря на все преграды, любой простолюдин способен взять судьбу в свои руки и изменить мир вокруг себя. Начав свой путь в оковах тайной канцелярии, ты сумел не только вернуть себе свободу, но и завоевать ее для других. Ты вошел в историю как освободитель Анизотти и глашатай новой эпохи. Таковы были жизнь и страдания господина Курощупа Бранте. Истенная смерть, естественно мы умираем. Здорово, я спокоен. Я спокоен. Эта игра великолепна в своем проявлении, даже с учетом того, что здесь нужно заниматься калькулятивной вот этой вот, да, историей. Ты должен считать, ты должен знать события хотя бы. У тебя должна быть интуиция, должна быть, должны быть, у тебя должны быть два варианта, два этих. Либо знания в игре, либо интуиция, либо открытые, либо открытые последствия. Только так можно прийти к исходу, который ты так сильно рьяно желаешь. Больше никак, как всегда ты натыкаешься на то, что у тебя не хватает одного балла в одном, какой в одной характеристике, другого балла в другой характеристике. И ты просто ненавидишь то, к чему пришел, ибо надо переигрывать, а переигрывать не сильно хочется. Огромное количество текста, которое многим может оказаться даже не под силу перелистывать, постоянно перечитывать. Для меня это просто настольная книга. Я готов ее перечитывать сколько угодно раз, потому что здесь повествование дается очень легко, даже несмотря на свои замысловатые иногда изречения. И, наверное, да не наверное, а точно, я не отрекаюсь от своих этих. Мир стал хуже, ты не знаешь, мир не стал лучше. Слушай, я все еще считаю убежден в том, что это лучшая визуальная новелла, если вообще ее можно обозвать новеллой, потому что новеллы в последнее время это какие-то мягкотелые проекты с инфантильными людьми, у которых там какие-то любовные отношения. Здесь все это взрослый проект, достаточно взрослый проект, который требует от тебя усилия, воли, действительного понимания того, кем ты хочешь быть, да, и ты не можешь себе позволить быть абы кем и выполнять и делать то, что тебе захочется. Здесь действительно нужно следовать своему пути. И это был путь безудельного, к которому, я думаю, возвращаться уже не имеет никакого смысла, ибо мы сделали все абсолютно концовки, которые здесь могли бы быть. Я не думаю, что удержать город здесь что-то иное, да, будет, просто удержав город, мы, наверное, просто обрекаем Анизотти на дальнейшие брошенные войска и разруху в дальнейшем. Это было великолепно, это было великолепно, величие. То, к чему мы пришли, это просто величие. Да, Глория из рода Бранте многим не понравилась, не понимаю, почему это... Я не видел ни одного твердого обоснования, почему Глорию нельзя брать в семью. Нет, это, наверное, путь дворянства, путь монаха, путь кого угодно, но не безудельного. Безудельный, безудельный Курощуп не мог оставить Глорию вот так на произвол судьбы на исходе восстания. Она помогала всем нам, и на исходе восстания решающий голос перед толпой взяла именно она, воздухарившись и сделав, наверное, для семьи даже больше, чем тот же Стефан и наш папа, да. Господа, на этом уж точно все. Встретимся, если здесь, то очень даже не скоро. Если вам очень сильно понравилось, оставайтесь на канале. Здесь происходит огромное количество событий, разные игры, все такое прочее, стримы. Я жду Хогвартс Легаси, который выходит 10 февраля, у меня уже предзаказ. Ролики, дайте мне отдохнуть, я, будем честны, сделал, наверное, немыслимое. Это впервые на канале такое происходит, по 4-5 роликов в день. И что мы за неделю, за 8 дней преодолели такой огромный проект. Еще раз преклоняюсь перед теми, кто был на протяжении всего пути в режиме онлайн. Смотрел сегодня, завтра, послезавтра. Но был буквально вот-вот-вот-вот шел вместе со мной по этому пути. Записывал все сегодня. Это не за какое-то заранее записанное. Суббота, 28 января. Вон оно там, 12.30 сейчас. Вы увидите эту серию, скорее всего, вечерочком, когда она Ютубом обработается. Сейчас вы наверняка смотрите. А, и пишите комментарии интересные. Это было интересное и занятное прохождение. Вот вы пишите комментарии как раз-таки к перепрохождению пятой главы. Спасибо огромное за перевод. Теперь есть чувство справедливого финала. Вот, это другой финал. Справедливый финал мы увидели. Это совершенно другая история. Прикольная. Она мне даже нравится больше. Разгром Легиона интереснее, чем... Просто какой-то мир с наместником. Мы сомнительный мир с сомнительным наместником. Господа, спасибо, что были со мной. Хорошего вам дня и хороших выходных. Всем пока.